итак всем привет ребята с вами оператор прайм да прибудет с вами сила елки-палки ну в общем короче ребят сегодня будет тема посвящена какой прем танк выбрать есть интересная тематика я сам вот недавно начал играть в war thunder изучил механики игры и вообще прям танки которые по разному ведут себя в разных режимах то есть а бы аркадные бои и реалистичные бои начну ребят с того что я приобрел из 6 один из классных танков он в рейтинге по продажам вот в магазине вот war thunder ребят поэтому это танк очень классный крутой об сказал бы но все равно есть минусы сегодня мы поговорим о том что как же заработать деньги и какой танк выбрать именно для р.б. почему потому что в а.б. деньги не так зарабатываются как в р.б. потому что в р.б. ты пару раз выстрелил и уже тебе денег накапало ой 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 скажу вам что один из минусов примеру и са 6 является то что я бы не сказал он такой 50 на 50 для р.б. ну вот один из минусов углы вертикальной наводки минус 3 и много всяких разных карт связанных с там песок да ну то есть именно такие холмы и там поэтому на этом танке он очень классный но на этом танке ехать только нужно в город чтобы враги были на ровной принципе местности то есть плоскости чтобы с такими углами можно было воевать и тому подобное потому что в на других картах вам очень некомфортно будет вам приходится откатываться постоянно потому что пушка не опускается постоянно короче искать ровную местность вот и тем не временем когда другу других танков есть хорошие у вены примеру как т-29 американские и тому подобное они вас просто насилует и быстрее вас все равно вас стреляет убивают не это является очень большим минусом и также короче для рб очень важно скорость поворота башни вот потому что увидел или прощелков врага справа слева вы замечаете ребят что надо быстро крутите корпусом и башни чтобы как бы выстрелить но еще у советских премов один минус у них нету практически стабилизации то есть очень прицел долго вот так вот качается пока устаканится чтобы выстрелить вот поэтому таких знаете два жестких минуса я бы сказал бы то есть минус 3 увн и вот и как бы скорость поворота башни но поэтому на этом еще не заканчивается перезарядка ребят просто космическая изначально вот время перезарядки до момент 18 и 7 это очень много в топ вы если вы видите пятнадцать и восемь будет поэтому я даже сказал надо чтобы кто-то рядом был на исе шестом очень короче я скажу говорят там имба но на самом деле на таких там четвертый пятый 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 шестой ранг точнее там вас просто насилует насилует как бы круто вот и что принципе я вам посоветовал ребят вот в первую очередь из всех этих танков я бы советовал бы выбрать оперы к примеру на каждой нации выбрать один классный танк поэтому из всех этих танков я бы вам посоветовал сразу бы взять наверное изначально сто двадцатого здесь хотя бы минус 5 увн и ребят и 10 секунд перезарядка то есть уже намного удобней намного прикольней ну скорость поворота башни 10 и 7 градусов то есть еще даже медленнее чем у и со шестого но тем не менее 10 секунд кд это и минус 5 увн и самое оно ну вот так а здесь вот как бы вот так вот в топе здесь вы видите вот показаны данные которые 13 и 9 скорость поворота можно выжать из этого тунчика ну что я могу сказать поэтому первую очередь из совета я бы посоветовал 120 для rb однозначно очень короче ребят классный танк поэтому что тут принципе рассматривать и и и так не знаю но пробный непробный выезд вы каждый сможете и так проехать я чисто теоретически сейчас буду рассказать не буду пока как он там что там ездит это и так дураку поясно понятно потому что слишком долго будет затянется видео поехали дальше короче то есть по этим два танка и 6 120 они очень хороши ну из всех этих я говорю я бы посоветовал только один танк брать потому что выкачать прям танки тоже не так уж очень просто то есть я хочу краткости показать по экипажу то есть примеру вы выкачиваете экипаж да там все вот эти навороты туда-сюда обязательно зоркость ребят качать потому что вы можете в рб танки не увидеть полевой ремонт однозначно вот конечно ловкость тоже классная штука вот я понемногу качаю это когда у вас ранили чувака и быстро заменяется другим вот это скорость замены там наводчика и тому подобное вот но знаете в чем беда вы не можете прям купить 10 прям танков смысл их покупать потому что есть такая штука повысить квалификацию вот чтобы повысить скорость ремонта ребят 480 тысяч надо этих львов то есть понимаете 480 тысяч за бой я максим зарабатывал пока в данный момент 100000 короче вот ну то есть если этом 4 5 танка убью там 60 тысяч но это в рб если вот в режиме в а б там вообще 25 могут дать ну короче очень мало то есть 480 тыс 480 тыс 480 тыс это только чтобы скорость ремонта понимаете дальше заходите примеру механика водителя то есть дальше 480 тыс чтобы на зоркость у вас все было тут вот видите плюс 3 к этому к тому следующая вот ну такая вот тема то есть качать как бы один прем танк довольно неплохо долго и следующая квалификация ас и здесь ребят 1200 короче стоит повысить квалификацию то есть за реальные деньги уже 1200 повысить ну 480 львов которые в бою в принципе зарабатываете поэтому набрав миллион прем танков это ничего не изменит поэтому я сразу же перехожу к тому что 120 из советов на для рб следующий поехали это конечно германия германия ребят из этих танков всех которые здесь есть для меня здесь очень на самом деле прикольные танки 2 танка есть которые вот в первую очередь я бы взял вот этот м 47 вот он офигенский у него тоже минус 5 увн и принципе средние пойдут 9 и 8 кд это очень важно перезарядка очень пока вы примеру как я на и все шестом меня то есть могут убить два раза когда у других по 10 секунд кд у меня 18 это просто очень долго жестко и из-за этого он страдает на нем очень тяжело играть в этом плане но он правда рикошетный да поэтому вот этот танчик я наверно даже да покажу короче скорее всего в этого танка есть неплохие вены хорошая скорость охренительная поворот башни то есть это танк единственный который бы я вот из следующих хотел бы это это просто бомба он просто сумасшедшая скорость поворота и смотрите какая стабилизация то есть я еду на максималке смотрите не сброс он просто офигенский смотрите как кд быстро двигается очень круто перезаряжается я даже поворачиваю смотрите вот поворачиваю пошел 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 опа вижу танк выстрел то есть я скажу это танк просто топчик топчик том что у него офигенская кд быстро поворачивает башню если будет враг справа пропущен слева или там без разницы где вы быстро сможете повернуть башню и просто выстрелить вот у него скорость порота башни 21 и 4 это просто один из самых лучших я считаю танков для этого также есть ружка у которой минус 9 у вены офигенский но скорость порота башни 14 и 3 тоже довольно неплохо 9 и 8 кд пробный выезд давайте уже ладно покажу по пробному выезду я показываю то что в рб очень важно перезарядка очень важно поворот башни но этот танк и как и предыдущий это танк позиции который едет быстро базу берет если вы покупаете этот танк вы должны в первую очередь понимать что вы должны базу на нем брать самые первые лететь потому что у вас есть скорость вот такая сумасшедшая скорость которая позволяет быстро взять базу а за взятие базы вам дают дохрелище просто бабла просто дохрелище если ошибаюсь 11000 короче за то что вы сами возьмете вас поэтому после того как вы взяли базу вы просто делаете вот такой офигенский маневр и поиграв количество боев много вы понимаете откуда враг едет примеру база вот вот этот танчик будет вы занимаете где-нибудь короче позицию опа и ждете сбоку врага увидели убили нахрен и все вот так ну вряд здесь кому ли очень жесткие принципе тут ушка пробивает все и вся вот поэтому как бы ну автопушка честно бы слабая мне что-то она такая слабенькая но тем не менее взятие базы и сбоку накидывать и быстро и кд дает вам офигенское преимущество перед другими танками пока другие тяжелые танки едут и еле-еле башни поворачиваются и тому подобно поэтому на выбор смотрите по деньгам как бы там туда-сюда вот ну этот в районе короче все топовые танки в районе две с половиной тысячи рублей поэтому для меня я считаю это один из самых лучших танков м-47 просто бомбезный вот следующий американцы короче ребят американцы что с американцев я сразу говорю здесь просто даже и думать нечего это м-46 тигр с рейтингом 7.0 объясняю почему у него скорость поворота башни 15.2 вот и минус 10 у вены и 11.1 перезарядка то есть это самый лучший прем второй самый лучший прем я считаю что это скорее всего т29 он один из лучших премов у него 10 и 7 ну скорость поворота башни конечно такая хренасия блин да но у него минус 10 у вены но опять же короче башня медленно и 16.3 кд то есть все равно очень долго долго да ну он классно может танковать от башни у него офигенский опускается блин пушка но я считаю все равно для рб чтобы фармить бабло то нет для кб точнее оба короче для оба ребят аркадных боев т29 зашибись но это отдельно опять же отдельные танки какие 6 я считаю он больше создан для аркадных боев короче чем для этого поэтому показываю что это танк поехали пробный выезд и поехали я считаю это это из американцев это один из то же самых лучших который бы если приобретать со всех я бы его приобрел вот во первых башня принципе довольно неплохо но все равно 15 но против немца конечно чувствуется не так вот но во вторых он довольно неплохо едет и в третьих стабилизация у американцев тоже есть видите таком то есть принципе что у немца что в этого танка есть офигенская стабилизация и что это и позволяет просто нагибать короче и и когда терпимо ребят просто вот когда нормально я не могу сказать что тормозим блин у него даже при торможении офигенский просто сводится пушка вот едем тормоза я не знаю четенько четенько короче очень четкий танк ребят еще с таким вот тигром поэтому я считаю там то второй один из самых лучших танков тем более он тоже пробивает всего достаточно по уязвим местам лупит все все у танка ребят есть довольно неплохое кд вот ну это самый важный параметр потому что блин все таки стрелять быстрее чем другой очень важно тут как бы на самом деле в этой игре не сколько там броня там еще что-то все это до лампочки а важно вот просто именно скорость занятие позиции взятие базы потому что за это деньги дают поэтому американцев это m46 тигры ребят этот нет тут 6.7 зачем если уже брать то вот этот он тем более выйдет если купить орлы выйдет 1700 по моему 1700 рублей вот этот выйдет танк поэтому я считаю вот этот просто офигенский остальные принципе можно не рассматривать вот этот вообще гранатами стреляет я не знаю они мне не понравился вообще не вы даже не смотрю его поэтому вот этот с американсов самый лучший второй то т29 в общем вот так вот для rb вот этот тигр короче ребятки из советов давайте так же давайте все таки проедусь на вот этом танке пробный выезд поехали продемонстрирую поэтому я просто по одному танку выбираю из каждой нации и самое главное 13 остальные принципе даже не рассматриваю потому что вы понимаете что если вам очки там дадут и выбрать следующий танк вы хорошо настреляете вам дадут следующий танк то придется всю нацию качать именно до рейтинга 7 ну там вот видите уже уже здесь прыгает как прицел уже короче то есть у советов видите короче короче какая байда у совета уже короче вот такое все дергается блин поэтому мне кажется что советы вообще как бы не сильно вариант но кд видите какое тоже быстро стреляет хорошо но все равно опять башня медленно поворачивать то есть это это режим который сейчас я еду он типа аркадный поэтому тут видно как она все тут это в принципе для аркады даже очень медленно башня поворачивается если вы собрались фармить бабло и рвать табло ребят вам ну я не считаю ну по крайней мере из советов это самое подходящее что есть поэтому остаются на мой взгляд самые лучшие американцы вот и конечно же этот германия вот этот мкпз м-47 поэтому для меня этот на первом месте мкпз 50 47 точнее и американец вот этот м-46 тигр это просто бомба вот эти два просто для рб остальные любые можно покупать прям танки они все для этого как бы подходят для а.б. не вопрос все остальные нации даже ничего рассматривать тут толком ничего нет 5 и 7 6 а 6 и 0 короче вот рейтинг потолок короче все я не думаю что такой прям хороший танк я даже и не не хочу и смотрите показывать и советовать потому что это какая-то на хренатень короче ну что у нас тут еще есть британия у британии да есть вот этот стр 81 довольно неплохой но вы же понимаете что вы все вы ее купите вам придется все британское все качать до вот этого 6 и 7 рейтинга чтобы у вас были танки которые там ну вот до вот этих вот чтобы можно было на этом выехать вы хорошо настреляли взять следующий танк центурион мк-3 или конгвера вот этот но вообще вот эти все торты блин и всякую фигню но танк я скажу неплохой нажму на пробный выезд и покажу на что этот танк способен у него есть конечно свои преимущества у него помимо выстрелов ребят еще есть и туры то есть такие вот ракетки видите три ракеты поэтому он двигается довольно тоже неплохо довольно неплохая стабилизация я бы сказал даже вообще офигенно стабилизация смотрите вообще практически . и какое быстрое кд то есть у него просто когда неплохое вот этих а сейчас выйдем и смотрите что еще у нас помимо этого есть ракеты ракеты то есть когда вы выстрелили ребят примеру смотрите я навожу перелет хорошо баба баба и вот вот такая фигня ребятки то есть вы понимаете да очень конечно неплохо выносить танки но опять же в рб там просто там канитель немного другая это если сдали там стрелять я считаю что когда ты двигаешься в рб надо просто быстро бух-бух влюпил короче и все там уже никакая ракета ничего типа не надо поэтому все очень просто ну как вариант ну можно неплохой неплохой короче сейчас тх рассмотрим что у него там по скорости поворота башни перезарядки и тому подобное и так что у нас тут есть у нас есть мин 10 и 7 до медленно поворачиваться минус 10 увн и и 8 и один скорость перезарядки самая крутая перезарядка со всех короче ребят скажем так то есть блин да это неплохой прям танк неплохой но опять же если вы будете качать именно британцев все опять же зависит британцев так что я свое мнение сказал по моему советы самое хуже со всех и американцы и немцы для меня пока на первом месте британцы не прям не сильно прям люблю тут эти прям тунчики такие но тем не менее танк довольно неплохой поэтому я бы вам на нашем месте посоветовал бы взять два прим танка реально два прим танка один какой-нибудь средний танк вообще на самом деле в этой игре средние танки рулят даже не тяжелая средние танки вот средние которые быстро двигаются и тому подобное поэтому советую выбрать что-нибудь или один тяжелый и один средненький чтобы на одном тяжелом ездить на одном средненьком ну как бы вот так вот по желанию но пока я еще раз повторюсь для меня вот этот 47 один из самых лучших у него тут хорошо все все отлично я считаю ну как бы вот так вот ну ребят на этом я буду заканчивать я думаю раз вам все рассказал короче будет вам полезно на этом заканчиваю ставьте свои комменты лайкосы подписан на канал с вами был император прайм ваше мнение тоже очень важно потому что есть будут люди писать которые уже здесь очень много катают с огромным количеством опыта рад выслушать их мнение ну в данный момент то что я изучил и понял это самое главное для рб ты не успеваешь поворачивать башню и все остальное и кд по кд и поворот башни ты просто проигрываешь также у вены холмы и все остальное как бы вот так вот ну на этом все с вами был император прайм всем удачи да пребудет с вами сила всем пока пока пока